Мы начинаем говорить о причастии, и сегодня у нас активное причастие. И чтобы понять, зачем оно нужно и что это вообще такое, мы обратимся к картинкам. Мы видим двух мальчиков. Один из них прилежно читает книгу, а второй спит и даже не слышит будильника. Если я задам вам вопрос, какой мальчик сидит за столом, что вы ответите? Наверное, вы скажете, который читает. А если я спрошу, какой мальчик не слышит будильника, думаю, вы скажете, ну, тот, который спит. И это совершенно верно. Но мы также можем ответить и по-другому, потому что мальчик, который читает, это читающий мальчик. А мальчик, который спит, это спящий мальчик. Поэтому вопрос, какой мальчик сидит за столом, также может иметь ответом. Читающий мальчик сидит за столом. А на вопрос, какой мальчик не слышит будильника, мы можем ответить. Спящий мальчик не слышит будильника. Сейчас мы с вами попробуем разгадать еще несколько причастий. Например, радующийся мальчик. Это какой мальчик? Правильно, который радуется. А рисующий? Да, тот, который рисует. А пишущий мальчик? Это мальчик, который пишет, пусть и с неохотой. В данном случае мы видим, что у нас есть активный субъект, который совершает действие. Поэтому причастие называется активным. Также мы можем встретить такое название, как действительное причастие. Чтобы понять, что такое причастие, нам нужно сначала вспомнить, что такое глагол. Глагол отвечает на вопросы, что делать, например, читать. И что сделать? Прочитать. Также нам необходимо вспомнить и о прилагательном. Прилагательное отвечает на вопросы, какой, какая, какое, какие. Например, красивый, красивая, красивая и красивые. И когда глагол и прилагательное встречаются, мы и получаем причастие. Если глагол выражает действие предмета, а прилагательное выражает признак предмета, то причастие характеризует грамматические свойства и того, и другого. Посмотрим. От прилагательного причастие перенимает возможность изменяться по родам в согласовании с существительным. Например, какой это мальчик? Это читающий мальчик. Какая это девочка? Это читающая девочка. И какое это чудовище? Это читающие чудовища. Также причастие имеет единственное и множественное число. Например, какие это дети? Это читающие дети. Также от прилагательного причастия перенимает способность изменяться по падежам. Это нам наглядно демонстрирует данная ситуация. Я знаю студента, читающего книгу. Главное слово здесь студента. Какой это будет падеж? Правильно, винительный падеж. Далее, от главного слова мы задаем вопрос к причастию студента какого? Читающего. И мы видим, что причастие также стоит в форме винительного падежа. Мы, наверное, уже с вами догадались, что причастие имеет такую же парадигму склонения, как и прилагательное. Если вы ее не совсем хорошо помните, можете обратиться к этой таблице. Ну, а мы продолжим. Итак, от глагола, в свою очередь, причастие принимает такие характеристики, как время. Например, прошедшее. Мальчик, который читал, это читавший мальчик. И настоящее. Мальчик, который читает, это читающий мальчик. Мальчик, будущего времени, у причастия нет. А также, помимо времени, у причастия есть вид. Несовершенный вид. Мальчик, который читал, это читавший мальчик. И совершенный вид. Мальчик, который прочитал, это прочитавший мальчик. И сейчас самое интересное. Как образуется активное причастие? Мы начнем с настоящего времени. Для этого нам нужна основа глагола настоящего времени. Если вы не помните, что это такое, давайте вспомним вместе. Основа глагола настоящего времени – это часть глагола без окончания. Например, в глаголе читают, ют – это личное окончание. А чита – это основа. Итак, к основе глагола настоящего времени мы прибавляем суффиксы причастия. Ущ-ющ и ащ-ящ. А затем окончание мужского рода – ий, женского – ая, среднего – е-е и множественного числа – и-е. Читают. Обратите внимание, в окончании у нас стоит буква ю, поэтому мы выбираем суффикс ющ. Добавляем окончание, получаем активное причастие читающий, который читает. Следующий глагол – говорят. В окончании у нас буква я, поэтому мы выбираем суффикс ящ. В глаголе пишут мы видим букву у в окончании, поэтому используем суффикс ущ. Получаем причастие пишущий, который пишет. И, наконец, глагол слыша. Здесь мы видим гласную а, и поэтому какой суффикс мы выбираем? Правильно, суффикс ащ. Слышащий, который слышит. Теперь переходим к прошедшему времени. Для этого нам нужна основа глагола прошедшего времени. Также ее называют основой инфинитива. К ней мы добавляем суффиксы причастия прошедшего времени –ш и –вш, а затем уже знакомые нам окончания. В глаголе читал мы видим, что основа заканчивается на гласную букву, поэтому мы выбираем суффикс ваша. Это причастие несовершенного вида, потому что мы образовали его от глагола несовершенного вида «читал». Следующий глагол «принёс». И мы видим, что основа этого глагола заканчивается на согласную букву «с». Поэтому мы выбираем суффикс «ш». Принёсший, который принёс. Это причастие совершенного вида, потому что мы образовали его от глагола совершенного вида «принёс». Также нам следует обратить внимание на глаголы группы «идти». Например, глагол «шёл» и все производные от него «шёл», «дошёл», «ушёл», «вышёл» и «перешёл» при образовании причастия прошедшего времени имеют в своей основе наращение буквы «д». Какой? «шедший», а также «пришедший», «дошедший», «ушедший», «вышедший», «перешедший» и так далее. А сейчас самая интересная – практика. Посмотрите на предложение. Вошёл профессор, который принимал экзамен. Нам нужно заменить оборот, который принимал, причастием прошедшего времени или настоящего времени. Пожалуйста, выберите правильный ответ. Конечно, мы видим, что глагол «принимал» – это глагол в форме прошедшего времени. Поэтому мы выбираем причастие прошедшего времени. Вошёл профессор, принимавший экзамен. Следующее предложение. «Изучавшим» или «изучающим». Правильно, глагол «изучает» – это глагол настоящего времени. Следовательно, мы выбираем причастие настоящего времени – «изучающим». Я познакомился со студентом, изучающим русский язык. Подумайте и выберите правильный вариант. Верно, пришёл это прошедшее время, поэтому мы выбираем причастие прошедшего времени. В парке Антон встретил друга, пришедшего туда с собакой. Теперь усложняем задачу. Я позвонила специалисту, работающий, работающему или сработающим в нашей фирме. Пожалуйста, выберите правильный вариант. Правильно, главное слово специалисту, кому – это дательный падеж. Поэтому мы выбираем причастие в форме дательного падежа. Я позвонила специалисту, работающему в нашей фирме. Следующий пример. Девочка села рядом с читающей, читающим или читающим мальчиком. Каким будет ваш вариант? Правильно, с кем, с мальчиком – это творительный падеж, поэтому мы выбираем причастие в форме творительного падежа. Девочка села рядом с читающим мальчиком. И последний пример. Я читаю книги о художнике, написавшем, написавшей или написавшем эту картину. Это вопрос с подвохом. Выберите правильный вариант. Да, главное слово у нас – о художнике. О ком – это предложный падеж. Значит, нам нужно причастие в форме предложного падежа. Но какое? Точно! Написавшем – это предложный падеж. Я читаю книгу о художнике, написавшем эту картину. Вот мы с вами и познакомились с новой частью речи, которая называется «Причастие». Но это еще не конец, потому что причастие может быть активным и пассивным. И как раз о пассивном причастии мы и поговорим в следующий раз.